Девушки отдыхают Значит, мы будем говорить о 66 книгах. А это правильно? И первое правильно, и второе правильно. Библия — это книга единая, но Библия, как даже указывает ее название, греческое слово «библия», от «библос» — множественное число, это множество книг. И не случайно мы называем Библию книгой книг. А в течение этого курса, кстати говоря, я буду задавать вопросы. Эти вопросы не будут просто риторическими, эти вопросы все же будут требовать ответа. И я понимаю, что перед камерой выступать не всегда легко, но давайте попытаемся на некоторое время забыть про то, что у нас есть камера, забыть про то, что нас снимают. И давайте попытаемся вместе участвовать в нашем обсуждении, в наших беседах. Ну, скажите, пожалуйста, когда вы впервые, кто из вас может рассказать, когда вы впервые в жизни открыли Библию? И как вы себя ощущали? То есть, легко вам было, тяжело вам было? Ну, как вам было читать эту книгу? Саш, может? Для меня первый раз, когда я ее открыл, она была абсолютно непонятна, что было там написано. Я, возможно, ее открыл как художественную книгу, я не знаю. Для меня совершенно непонятно было, что там написано. Со временем стал вникать, понимать. А в самом начале, когда я с ней встретился, очень сложно было читать ее. А не помните, что вы читали? Ну, я начал по привычке с самого начала, с бытия. По привычке Саша начал с бытия. Вы не помните, насколько вас хватило при первом прочтении? Вот от начала. Так вы до откровения-то нашли, нет? Да, нет, конечно. А что так, Саша? Сложно слишком было. Именно об этом мы с вами будем говорить во вторую неделю. На второй неделе наших занятий о том, как читать и понимать Библию. Но давайте сначала усвоим, что вот такое же ощущение, которое испытал Саша, испытывают многие при попытке чтения Библии. Поднимите, пожалуйста, руки. И руки, есть среди вас еще люди, которые при первом прочтении начали читать книгу с бытия, и вам показалось это сложным? Есть еще такие люди, как Саша, поднимите руки. Есть такие люди. Вадим, а вы докуда дошли, не помните? Начинал я с бытия. Начинал. Но закрыл, думаю, слишком долго читать ее. Много непонятно. Начну с Нового Завета. Начал Новый Завет. И опять камень преткновения. Начинал много раз ее читать. Много раз. И не хватало ни терпения, ни понимания. Естественно, воспринимал ее как художественную литературу. У меня дома много книг всяких там. И мифы древней Греции там, и все в этой куче. В общем, так было. Вадим сказал две очень важные вещи. Во-первых, Вадим сказал, я воспринимал Библию как художественную литературу. А как воспринимать Библию? Как понимать ее? Именно об этом мы с вами будем обязательно беседовать. Во-вторых, он сказал о том, что мне не хватило терпения. Да, для чтения Священного Писания иногда нужно бывает терпение. Это серьезный труд. И это непростой труд. Уверяю вас, детективы читать гораздо проще. Но то терпение или те силы, те усилия, которые мы затрачиваем на чтение Священного Писания, в конечном счете окупаются. Именно поэтому мы, собственно, вот этим и занимаемся. Скажите, пожалуйста, а вот вы приходите, допустим, в гости, особенно если вы приходите в гости к неверующим друзьям, к неверующим знакомым или к тем знакомым, которые не посещают церковь. Насколько часто вы видите в домах, в которые вы приходите, Библию? Как правило, везде. Как правило, везде Саша видит Библию. Хорошо. А вот, допустим, Саша, Алина, как вы? Такая же ситуация. В каждом доме есть Библия, но не в каждом доме ее открывают. Она такая, как священная. Ее просто положат и смотрят. Она такая, как священная. Саша с Алиной подняли еще одну очень важную тему, и эта тема прозвучит в наших с вами беседах. Она такая, как священная. И слово священная объясняется так. Ее положено иметь в доме. Иногда даже, может быть, есть смысл стирать с нее пыль. Но вот открывать Библию, читать, вчитываться в нее, это особая история. Вы помните, известно это изречение, «Разве мы эту Евангелию читали? Мы только обложку ее, мы только переплет ее целовали». Вот это ощущение, вот это отношение бывает, к сожалению, очень часто. Кто из вас знаком с фильмом «Кот да Винчи»? Есть такие люди. Есть такие люди. Кто-нибудь смотрел его сам, лично? И даже книгу читали. А кто-нибудь слышал разговоры вокруг этого фильма, когда люди, посмотрев, допустим, «Кот да Винчи», говорят, ну вот, Библия – это такая книга, которую все, кому не лень, исправляли, в которую какие-то переписчики вносили свои коррективы и свои изменения, и, в общем-то, давно уже след потерян, и не разберешься, что там было с самого начала, что там дошло до нас сегодня. Слышали ли вы такие рассуждения? Я думаю, что да. Эльвира сказала «да». Так правильно, Эльвирова? Да. Эльвира. Не из-за «Кота да Винчи», а у меня была подруга, мусульманка. Так. И мы, соответственно, с ней вступали в дебаты на тему веры и религии, вот, и она тогда мне задавала вот эти же вопросы как раз на тему, что Библию переписывали, что в Библии похожие главы. Я тогда как раз занялась тем, что я начала читать книги на эту тему, почему, и вот, то есть, заниматься как раз изучением этих вопросов. Но вот, что я отвечала, не могу вспомнить, не могу сказать, даже не знаю. Да, Эльвира знакома с вопросами, которые мы будем обсуждать в первой части нашего курса. И теперь, да, во-первых, я вас очень искренне, действительно искренне благодарю за ваше участие с самого начала. Ну, двое из вас пока не участвовали, ну, просто потому что я вас не задействовал, еще задействую. Это Сергей и, как вас зовут, напомните, пожалуйста, Дима, по-моему, да? Дима. Дмитрий. Сергей и Дмитрий. Задействую вас обязательно, так не отсидитесь. А вообще говоря, большое всем вам спасибо за участие и продолжайте в том же духе. Вы знаете, иногда ведешь занятие, вот такая стена, да, вот ты вот здесь, здесь студенты, а между вами пропасть, которую не переходит, да, ни туда, ни обратно. В данном случае никакой пропасти нет, и это здорово, это очень полезно. Вот в связи с тем, о чем мы сейчас говорили, и особенно в связи с тем, о чем сказала Эльвира, я хотел бы рассказать о плане нашей с вами работы на ближайшую неделю. Вот есть Бог, есть мы с вами, и мы получили Священное Писание. Нам дана Библия. Вот в ближайшие четыре дня мы с вами будем обсуждать четыре темы. Это путь Священного Писания от Бога к человеку. На самом деле удобнее было бы нарисовать это напрямую. Вот на доске нарисовать прямую. И напрямую четыре отрезка, четыре действия, благодаря которым мы с вами сегодня имеем вот эту книгу. А поскольку есть у вас перед вами слайд, расскажите мне, пожалуйста, сами об этих четырех действиях. Вадим, первое. Написание Богодухновенности. Написание Богодухновенности. И речь здесь пойдет о том, как Священное Писание от Бога попало к первоначальным авторам. Как возникли первоначальные рукописи Священного Писания. Что отделяет Библию от всех других книг. Мы не будем говорить об авторстве каждой конкретной книги, составляющей Библию, составляющей Священное Писание. Мы лишь будем говорить о том, какова природа этих книг, какова природа тех текстов, которые вошли в Священное Писание. Ну вот, книги написаны, книги существуют уже на протяжении некоторого достаточно длительного времени. И дальше происходит следующий этап. Этот этап называется, Эльвира? Принятие канонизации. Этап принятия канонизации представляет собой вот что. Церковь, христиане имеют достаточно большое количество разных книг. Задача отделить пшеницу от плевелов. Понять, какие из книг действительно вдохновлены Богом, какие из них богодухновенны, а какие нет. Если говорить о ранней церкви, то задача там была куда более серьезная. Надо было понять, за какие книги стоит умирать, а за какие нет. Потому что во времена римских преследований христиан за то, что у человека есть дома Священное Писание, или за то, что в церкви или в катакомбах люди имеют Священное Писание, за это можно было поплатиться жизнью. Поэтому, в общем-то, вопрос был очень конкретный. За эту книгу стоит умирать или нет? Она стоит того, чтобы за нее отдать все или нет? Вот это и есть один из элементов, одна из составляющих канонизации. А уже позже, когда христианство становится признанным, признанной верой в Римской империи, возникает другой вопрос, какие книги стоит переписывать, какие книги стоит читать, какие книги стоит использовать активно. Вот на протяжении нескольких веков, двух, а то и трех, все-таки трех веков идет этот процесс канонизации. Ну так, книги написаны, книги признаны церковью, канон окончательно установился. На календаре, это к 367 год нашей эры, но мы пока не добрались с вами до нашего времени. Нас отделяют еще, так это к 17-18 веков от канонизации. Дальше, третий этап, Вадим. Сохранение и передача. Сохранение и передача. Это переписывание Священного Писания. Это воспроизведение рукописей. И об этом мы с вами будем говорить в четверг. Более того, мы тут с вами будем сами заниматься некой передачей с сохранением рукописи. Не Священного Писания, а чего-то другого. Но мы с вами посмотрим, как это было, какие сложности встречались. Мы с вами научимся отвечать на возражения, типа, ну вот, кто-то специально портил рукописи. И вообще говоря, подлинников Священного Писания уже давно нет, они не сохранились. Соответственно, мы с вами оказываемся в безвыходной ситуации, не можем восстановить подлинный текст Священного Писания. Вот об этом всем, обо всем этом мы с вами будем говорить в четверг. Передача, рукописная передача Священного Писания. И затем уже изобретение печатного станка, выход первых греческих и еврейских текстов Священного Писания в печатном виде. Ну вот, мы дойдем до начала книгопечатания практически. Но даже если мы с вами возьмем Ветхий Завет или Новый Завет в печатном, уже видите, дошедший до нас, восстановленный усилиями текстологов, это люди, которые занимаются восстановлением текстов книг, в частности Священного Писания. Даже если такой текст мы с вами возьмем, большинство из нас не смогут его прочитать. Потому что Ветхий Завет будет написан на еврейском и арамейском языке, а Новый Завет будет написан на греческом языке. Поэтому возникает следующий этап. И это заключительный этап нашего обсуждения. Алина? Переложение перевод. Переложение перевод. И не случайно здесь используется слово переложение. Потому что любой перевод по сути это переложение текста из одного языка на другой язык. Почему существует много переводов Священного Писания? Кому-то из вас может быть знакомо ощущение, когда вы, допустим, всю жизнь читали один конкретный русский синодальный перевод Библии, а потом вдруг берете в руки другие современные переводы Библии. И кому-то это сразу нравится. И человек думает, да, теперь все понятно, теперь все четко. А кто-то берет современный перевод Библии в руки, читает пару строк или пару страниц, насколько уж его хватает, и говорит, да это же не Библия. Тут, понимаете, все совершенно не так. Вот почему существуют переводы, разные переводы, в чем особенности этих переводов, как пользоваться разными переводами, об этом мы с вами будем говорить в пятницу.